Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. В самом начале хочу поблагодарить Владимира Лобецкого, подписчика моего канала, за подарок. Он подарил мне логотип. Я его представляю теперь на своих видео. Я также хочу выразить благодарность всем подписчикам, всем тем, кто оставляет комментарии, за вашу адекватность, за ваше понимание ситуации. То есть вы чувствуете, и мы на одной волне. Поэтому вам за это благодарность, потому что приятно видеть умных людей в числе своих подписчиков. Представляю фильм «Античный Челябинск был. Спутниковые карты 1860 года». После выхода фильма «Античный Челябинск» – это три часа видео, автор темы Илья Богданов, было много критики и опровержений. Фильм вышел на моем канале. Напомню тем, кто не в курсе. Илья представил свою исследовательскую работу сначала с Алексеем Кунгуровым, впоследствии на моем канале и третье видео на канале Познавательное ТВ о том, что Челябинск когда-то был совсем другим, а именно античным городом. Но, вероятно, назывался как-то по-иному. По всей видимости, он был уничтожен в XIX веке, как и большинство городов, был завален глиной, откопан не полностью и частью восстановлен, так что реставрированы несколько зданий с античной эпохи. В нашей видеобеседе, которая представлена на моем канале, как девять серий и как полная трехчасовая версия фильма «Античный Челябинск», Илья дает массу серьезных аргументов и доказательств своей версии. Многие наши слушатели уже не сомневаются, что в XIX веке и ранее творилось что-то неладное, что были глобальные войны, города засыпаны глиной, множество огромных воронок. История вся сфальсифицирована, все основные события. Однако, когда народ слышит, что дома сталинской эпохи, которые повторяют античность и являются до сих пор красивой и выразительной архитектурой, вдруг оказывается не сталинской, а античной постройкой, не может сразу ни принять, ни согласиться. Как? Ведь все всегда знали, что множество таких домов построено пленными немцами. Все всегда знали, что Русь до революции была деревянной и неказистой, что каменные дома были только у богачей, а простой люд жил в каких-то избенках кривых, тем более в Челябинске, где-то далеко от Европы. А картины художников конца 19 века, начала 20 века нам полностью сформировали устойчивую картину мира именно такой Руси. И никто никогда вопросов не задавал, и никто же нам ничего не рассказывал, ни бабушке, ни дедушке. Мы все были в этом абсолютно уверены. А потому, когда Илья озвучил свою версию иного города, у многих это вызвало не просто отрицание, но и агрессию. Есть критика профессионалов, архитекторов, проектировщиков, которым сложно принять античность Челябинска до Сталинской эпохи. Принятие это означало бы согласиться с версией глобальной зачистки города, какого-то мощного катаклизма, о котором нет никаких упоминаний. Самые главные аргументы критиков, что Илья выдает снимок проекта за фото с реального города. Проект 1947 года, который не был реализован. А с какой стати умные люди должны верить какому-то Илье с его невероятной версией, когда нет никаких, абсолютно никаких доказательств. И когда Илья приводит массу аргументов, как разрушенные здания, уникальные фото архивные, огромные глиняные горы за городом, образовавшиеся после откапывания территории. Нашел фото Прокудина-Горского, на котором видна рябь в реке от второго моста и разрушенную опору. Илья дал массу сравнительных деталей между рисунком, чертежом и фото, но все эти аргументы и сотни других примеров доказательств критики не слышат. Я не являюсь адвокатом Ильи. В каких-то моментах у всех исследователей бывают жесткие несогласия и по датам, и по версиям событий. Мы все в поиске находимся. Но в данной теме, вот в данном вопросе я поддерживаю версию Ильи Богданова в том, что он показал именно фото античного Челябинска, таким, каким был город. И этот проект 1947 года скопирован с фото того погибшего города. Скопирован практически идеально, в ноль. Поэтому так похоже. И я понимаю, что утверждая это, нужны веские доказательства. Первый аргумент критиков, который необходимо доказать. Получается, что был летательный аппарат, с которого делался снимок. А все знают, что этого быть не может, потому что не было летательных аппаратов в середине XIX века. Ну или фотографий такой не могло быть. Фотоаппаратов еще не было таких, такого качества. А в конце XIX века есть уже несколько фото вполне обычного городка царской России. Деревянными холупами, бедняков, каменными домами богачей и знати. Грязь и нищета. Второй аргумент и основной критиков, архитекторов, что нет фото с реального города, а есть несколько, а именно три фото одного и того же проекта с одного и того же ракурса. Кстати, а почему только один ракурс у этого проекта? Почему один вид? Почему он вообще в единственном экземпляре, этот проект? Просто рисунок. Хочу сказать, как человек, знающий психологию, что такие обобщения, как все всегда знали, видели, есть манипулятивный прием для подавления критического ума и повышения значимости говорящего. Все всегда. Это бездоказательно, но работает верно. Я зачитаю некоторые из множества комментариев, отрицающих то, что не так давно, чуть более 150 лет назад. Город Челябинск мог быть совсем другим, античным. Очень много положительных отзывов, таких как «Спасибо огромное!» «Титанический труд» в голове не укладывается. Фильм хороший, но неясно, на чем летел фотограф, где хоть один человек, хоть одна повозка или Бентли, или хотя бы одна лодка, попавшая в кадр, ну и окна в домах. Как-то они детально сфоткались, и кусты все одинаковые на асфальте посажены. Кстати, хороший комментарий. Молодец! Подметил важную вещь, и далее я об этом скажу. Третий, основной. Подобные комментарии повторяются. Во-первых, эта фотография, на которую ссылается автор, это фотография с рисунка, тушью, с растушевкой известных архитекторов, дается ссылка. И дальнейшее предположение и обвинение настоящих фотографий в их фальсификации только потому, что они не сходятся с той фоткой, на которую автор ссылается, и дальнейшее обвинение в сторону подстроенной истории, это безответственно. Если фотку хорошего качества напечатать в газете, то что угодно может получиться. Люди, проверяйте инфу! Очень эмоционально. Тоже верно, тоже можно понять человеку, он абсолютно прав. Третий комментарий. Во-первых, кто строит вот это ворота, когда нет здания второго? В течение пяти минут гуглится ответ на этот вопрос. Ссылка тоже дается. И здание есть в необходимом количестве, и ворота на месте. Телефон психиатрической помощи вам нагуглить? Я отвечаю, фото красиво и верно, а вот ворота обрываются справа. Как-то не было здания, так и нет. Так что с психиатрией лучше себе помогите. Отвечает он мне, Галина Конышева, дом справа, вы видите? Так что все-таки вам. Я отвечаю. Слева дом есть, к которому и пристроены ворота. А дальше они обрываются. Есть здание, которое стоит в глубине. Его потом снесли. Так что вам хорошего лечения. А они обрываются, потому что там был расположен дом деревянный. Начните с моего первого поста и цитаты. То есть мы выяснили, что ворота не просто обрывались, являясь частью архитектурного ансамбля, вместе с созданием, к которому они примыкали, не могли продолжаться далее, так что упирали в застройку, не являющуюся частью этого ансамбля. Далее на фото, где присутствуют мужчины и ребенок, видно, что подъездные пути к воротам были. Теперь послушайте, что несет ваш эксперт по альтернативной истории. И самое главное, задайте ему вопрос, почему на фото Челябинска 1900-1917 годов на фоне малоэтажной застройки той эпохи отсутствуют исполенские остатки античного Челябинска. Я отвечаю. Они обрываются по воротам, потому что там был расположен дом деревянный в глубине. А вот это вопрос. Они обрываются, потому что там было такое же здание, как и слева, сохранившееся из красного кирпича. Поэтому и ограда подходящая. Ко второму вопросу, почему на фото Челябинска 1900-1917 годов на фоне малоэтажной застройки той эпохи отсутствуют исполенские остатки античного Челябинска, ответ, потому что они уничтожены. Город был, и я также приведу доказательства, что Илья показывает именно фото, а не чертеж, отмывку. Трудно поверить, то, что был такой красивый античный город, трудно поверить, то, что нас всех, мягко сказать, обманули. Я не со всеми выводами Ильи согласна, но что касается города и его деталей, он абсолютно прав. И то, что город откапывали и вывозили огромные объемы глины за город, он нашел же свидетеля, он об этом говорит в своем фильме. У меня отвечает комментатор. Город был, и я также приведу доказательства, что Илья показывает именно фото, а не чертеж, отмывку. Приведите. Ну, собственно говоря, вот я этим и занимаюсь. Так, обменявшись любезностями, на том и расстались. И еще один комментарий, который надо разобрать отдельно. Народ, минуточку внимания. В начале видео Илья показывает план Челябинска и утверждает, что это фото. Затем он показывает другой план и говорит, что это, скорее всего, чертеж. Потом он показывает третий план, который он сфотографировал в библиотеке из книги. Так вот, первый план действительно является фотографией. Это легко доказать. Если сравнивать первый план и второй, то первый является урезанным. Это видно по закругленному зданию в самом нижнем правом углу. То есть фотограф просто-напросто накосячил. И его можно понять, ведь он пользовался очень старым фотоаппаратом, таким, чтобы сделать одну фотографию. Необходимо было ждать полчаса, то и больше. Если мы сегодня делаем фотки, не очень качественно, что говорить о тех временах. Фотографии на то время редко удовольствие. Учитывая характеристики фотоаппарата на то время сделать снимок чертежа со всеми заметными полосками практически нереально. Так вот, первый план – фотография чертежа, который Илья показывает вторым по счету. В библиотеке он сфотографировал ту самую фотографию чертежа, которую, по всей видимости, опубликовали в журнале книги. То есть, изначально был сделан чертеж. Видео – это второй план по счету. Затем была сделана фотка, первый план, третий план – фотка чертежа из библиотеки. Вот о чем я и говорила, что основная критика – основная критика – это о том, что Илья принял фотографию реального города за чертеж. Посмотрим старые карты Челябинска. Для чего я хочу сделать этот обзор? Для того, чтобы глянуть, каким образом был распланирован город до советской власти, до сталинских проектов. Более ранних карт, чем 1909 года, нет. И то эта карта перерисовка советская уже. Но здесь, на этой карте, очень отчетливо видно, что город распланирован таким же образом, как в архитектурном проекте 1947 года. Карта 1910 года. Это не карта, вернее, а план. Карты нету. Где они, интересно? И на этом плане уже есть все основные, заложены все основные кварталы. Вот они четко видны. Это современная карта города. Единственный мост, который был, сохранился с архитектурного проекта. Но там, на архитектурном проекте, два моста. По всей видимости, вот один здесь мост и один где-то вот здесь мост. Параллельно. мы видим, мы видим, что изменился абрис реки, но кварталы заложены были до советской власти. Кварталы, проспекты, вот основной проспект и улицы. Насколько точен этот план, сказать невозможно. Смотрим дальше, что у нас есть. 1939-й. Вот он повторяет. Он повторяет только в цветном варианте. То есть, он повторяет, в принципе, античный проект 1947-го года. Так называемый сталинский проект, у которого и возникли, по отношению к которому у Ильи возникли сомнения. Вот фотография или это рисунок. Я почему это показываю? Для того, чтобы сказать, что до сталинского проекта были заложены в городе все основные магистрали. Вот они все есть. Вид у нас на проекте вот отсюда. И вот, обратите внимание, на вот эту диагональ. она есть также в проекте 1947-го года. Вот смотреть надо отсюда. На проекте показан вот это излучина реки, два моста и видна вот эта часть. И вот сюда как бы уходит. Перспектива сюда идет. Вот эта часть города видна. Значит, в 1939-м году это тоже все есть. просто более подробно, чем на плане 1913-го, 1910-го года. 13-й он вообще обрезанный. Вот такой обрезанный кусочек. Речка, диагональ, все квадраты на месте. Все это повторяется в архитектурном проекте 1947-го года. Вот для этого я хочу сказать, что этот проект 1947-го года. Если считать, что Илья не прав, никакого фото не было, никакого города не было, то проект Сталинский 1947-го года был основан, уже положен на готовые проспекты и кварталы, которые есть в плане 1913-го года и более ранее, 1909-го. Вот об этом я хотела сказать. Сталинский проект не предусматривал переделку города. Там сохраняются все основные квадраты. Кстати, современный город, он уже сбил эти квадраты. Там уже во многих местах более хаотично, там чуть-чуть сохранилось, но нет вот такой вот четкости, как вот на этих планах. В современном городе больше хаоса. Доказательство 2. Область была подвергнута мощным бомбардировкам. Размотрим Челябинск со спутника. Вот современный город. Вот этот тот самый центр. И проект 1947 года смотрит сюда. Вот он виден. Что мы видим в окрестностях? Ну сразу воронка сухая. А это интересные озера. Обратите внимание. Раз, два, три, четыре. По прямой линии, если вести, точно такая же похожая картина, как и в Тверских озерах. фильмы я делала, круглые озера Тверской области. Я обратила внимание, что многие озера воронкообразные находятся по одной линии. И так, и так, как будто их обстреливали. Это не я одна заметила, поэтому не пишите глупости в комментариях, не тролльте, потому что это заметили многие блогеры, которые рассматривают эти подобные озера и вообще карты Google изучают. они огромны. Так что вот этой части Челябинска где-то даже повезло больше, чем тем городам, которые были на месте этих озер. А то, что здесь что-то было, гибрид, название озеро первое, озеро второе, озеро третье, озеро четвертое. Что это за название озер? У каждого озера нормального, если оно просто природное озеро, люди живут и они дают название озерам, а здесь просто первое, второе, третье, четвертое. Если мы посмотрим еще, вот еще одно озеро Смолино, не знаю почему Смолино, вот еще одно озеро, вот еще круглые озера, то, что там виднеется инфраструктуры, линии прослеживаются, вот воронка была больше, кое-какие отдельные прямые линии где-то прослеживаются, вот что-то здесь было, какие-то дороги, дорожки, сейчас это все заросло, вот еще линии прослеживаются, какие-то были инфраструктуры, что здесь для жизнь была, кипела, вот еще одна прямая линия, их полно, вот еще пожалуйста по прямой, мелкие, более мелкие воронки, вообще вся область раздолбленная, отыграли здесь по полной программе, вот карьер, и вот это озеро, тоже воронка, прям заметно как она была, вот еще воронки, мои задачи в данном фильме не стоит показывать воронки, озера, которые образовались после ударов, доказательства три, археология, новые находки и полное отсутствие информации в архивах, подземелья существуют, самое главное, я так вкратце пробегусь просто, что был обнаружен в 1995 году, то есть это в общем-то недавние археологические находки, которые призваны поменять представление о Челябинске, о том, как его считают, каким городом, существование неких тоннелей, то есть какие-то слухи доходили, какие-то случайные находки, вот проводят ремонтно-восстановительные работы камерного театра и находят старинный кирпич, с помощью которых был облицован свод, челябинские стражилы-краеведы давно поговаривали о существовании неких тоннелей, но в исторической справке, составленной перед началом реставрационных работ, о них не сказано ни слова, молчали о подземных ходах и другие исторические документы, вот вам, пожалуйста, пример того, как там что-то кто-то знает, посидеть в архивах, товарищи, предлагают нам всем посидеть в архивах, посидите в архивах, а потом случайно при прокладке каких-нибудь труп будет обнаружен целый подземный город, вот тайное подземелье обнаружено, вот, пожалуйста, Илья, кстати, показывала эти фотографии в своем фильме, стены до верха выложены кирпичом, подвалы так не строили, напоминает производственный цех, то есть исторической науки Челябинска неизвестно, что это за помещение, откуда оно взялось, они вот гадают тут проторговцев. Еще одно, пожалуйста, находка совсем недавняя, тайная Диониса в центре Челябинска обнаружена руина водочного завода, вот, свежая сентябрь 2016 года. Территория, где велись раскопки, начала застраиваться с 1740-х годов, но это по официальной версии. Естественно, что и проведение раскопок здесь было предопределено. Остатки строений явно относились к периоду не ранее XIX века. Сохранились фотографии этой территории, где постройка это просто не видна. В течение всего XX века на этом месте был сквер. Сам водочный завод Покровский в документах числится примерно 1870-1902 года, но после этого он исчезает из документов. К ним идем читать. Вот, что здесь интересно, как паркет в гостиной. Общая площадь раскопок, вдумайтесь, около 700 квадратных метров, сквер раскапывают, вымощена кирпичом ровная поверхность пола, напоминающего скорее паркет в гостиной. Подвалов здесь была масса, и все они скорее всего соединялись между собой. Но слово подвал это условно, потому что подвалом, под глиной, под слоями глины все это дело находилось. Естественно, что люди считают, что это просто подвалы. То, что мы видим, это всего лишь оснований завода, говорит начальник археологической экспедиции Юлия Васина. Само же здание невероятно было деревянным, но это большой вопрос, каким оно было. Самое главное, что Юлия Васина, она, в общем-то, хотела сохранить, в какой-то еще заметке я считала, что она очень хотела, чтобы это как-то сохранилось, потому что там будет что-то новое строить. Но, по всей видимости, не сохранят. Вот этот вот пол ровный, как паркет, сделанный из кирпича. Неужели в каком-нибудь подвале кто-то будет на территории 700 квадратных метров делать из кирпича ровнехонький пол в виде паркета? Но, кстати, фотографий нет. По всей вероятности, их нет, чтобы не будоражить сознание, потому что, если бы это будет очень красиво и качественно, наверное, общественность бы поднялась, чтобы как-то сохранить этот кусочек старины. Чем интересны раскопки? Почти на двухметровом срезе виден нижний слой, очень темный. На языке археологов это слой функционирования. Другими словами, тот самый слой, который накопился в процессе жизни этого подвала. Ну, это слова архитектора, археолога. Все остальное, это уже слои засыпки, которые происходили единовременно. Сюда сбрасывали все, что не нужно, кости животных, пустые бутылки, сломанный кухонный инвентарь и ни одной вещи позднего времени. Значит, вот примерно, что здесь можно? Здесь сложно что-либо сказать. А, еще тут обнаружили ступени в подземный ход, но это сразу начинают опровергать. Увы, не оправдались ожидания городских романтиков. Надеюсь, здесь некоторые мистические подземные ходы. Не было никакого подземного хода к реке Миас, но вот откуда знает Гаеса, вот откуда он знает. На самом деле, зачем к реке, которая в летнюю пору имела глубину 30-40 сантиметров, будет вести подземный ход? действительно, зачем? Где могут разъехаться аж две телеги? Видите, какие слухи ходили, что такие ходы, что две телеги могут разъехаться. Тем более, что в половоде такой подземный ход сразу бы затопило. Ну, это они так считают. Под многими реками российскими есть подземные ходы, тоннели есть, и даже под него есть подземный тоннель. И под Москвой рекой есть подземные тоннели, и в Европе есть подземные тоннели. Сегодня уже такой информации очень много и с фотографиями. А здесь зачем? Не может быть. Не надо фантазировать, ребята. Живите спокойно, работайте, ходите на работу и не парьтесь. Но фантазию все-таки будоражит заложенный вход, за которым могут быть таинственные ступени. Должно быть, ввели они в верхние помещения, а может, наоборот, в еще неизвестный подземный город. Значит, проход, вот есть еще какой-то вход заложенный, тоже никому знать не положено. Потому что еще несколько дней назад археологи предположить не могли, что завод Покровских размещался именно здесь, поскольку плана их усадьбы просто не сохранилась. Значит, информация о том, что здесь было, и завод ли это Покровских, или что-то это еще другое, они просто не знают. Они это предполагают, потому что документов никаких нет. они предполагают точно так же, как и мы, кстати, предполагаем. Вот исследуем и предполагаем. Точно так же и археологи предполагают. Через год другой на этом месте вырастет гостиница обитателей, которые вряд ли задумаются о том, что некогда прямо под ними находились владения Челябинского Дионисия. Вот это вот интересно. Дионисия это тоже античность. Почему они назвали его Дионисием? Видите, ни одной фотографии. Что здесь было? Они не случайно назвали Дионисием, тайной Диониса. Это тоже античность, это отношение имеет к античности это название. Но фотографии нам не дали. Нету фотографий. И в интернете их тоже нету. Доказательство 4. Отличие фото от чертежа сталинского проекта Челябинска 1947 года. Итак, вот они, вот эти спорные фотографии. Вот они. Раз. Проект центрального ансамбля Челябинска 1947 года. Архитектор Баталов Чернядьев из Ленинграда. Или я говорил, что это ленинградские архитекторы. Он считает, что вот эта фотография. Дальше вот этот вот момент. Второй. Спор идет. Здесь у нас тоже идет спор. И я говорю, да, совершенно верно, это чертеж. У нас есть ссылка. Мы сейчас посмотрим. Крупно. Это действительно чертеж. Почему это чертеж? Поскольку я имею высшее архитектурное образование и чертежей архитектурных отмывок у нас было неимоверное количество. Поэтому я могу сказать, что это великолепно сделанный чертеж. Но он без излишней детализации. Смотрим. Линии. Тонкие линии. Вот они, чертежные линии. Как рисует архитектор на вакуне, набрасывает сначала вспомогательные тонкие линии. Вот они везде. Не везде проходят вспомогательные линии. И потом вертикальные линии точно так же. Особой детализации нет. Деревьев нет. Они только слегка намечены. Темными треугольниками выделены опять-таки намечен газон и слегка накиданы деревья. Вот они тоже деревья. Одинаковые отмывочные. идеально скопированная фотография. Вот еще вспомогательные линии. То есть это действительно чертеж. Я хочу обратить внимание на то, на что вообще пока никто не обратил внимания. Хотя я уже дала подсказку в группе. Еще раз говорю. Мы будем смотреть не на здание, хотя по ним тоже можно будет сравнить. Мы посмотрим на посадки деревьев. Что значит чертеж? Все аккуратненько, все одинаково. Похоже, скопировано с той фотографией, но все-таки одинаковые высадки деревьев. Поскольку у нас все считают, что это одна и та же фотография, то есть один и тот же чертеж, вот три вида, один и тот же, соответственно, все должно быть одинаково. И вот эти посадки в том числе. Давайте посмотрим. Все я сравнивать не буду, мне неудобно, поэтому мы сравним кусочек. Так, чтобы было удобно совместить максимально, что у меня получилось. Так вот, художник рисует идеально ровный палисадник. Если это один и тот же рисунок, если вот это один и тот же рисунок, то, что у нас здесь получается. Смотрим. А здесь у нас получается большое отличие, потому что в реальности деревья где-то высаживаются одинаково, а где-то не высаживаются. И здесь другая тень. У нас здесь тень идет вот таким таким образом и одинаковые посадки нарисованные. А здесь тень идет по-разному. Вот это живые деревья, это фотография, с которой сделали полную копию. И таких нюансов очень много. Если все рассматривать, я рассматривала многие куски именно вот по деревьям. Если задание, возможно, было задание, я так думаю, архитекторам сделать буквально в ноль. И они постарались. Они сделали буквально в ноль. Но все не учли. Либо может быть специально также оставили какие-то зацепки, чтобы можно было понять, что это все-таки они срисовывают с фотографии. Здесь много еще детализации, которые нет здесь на этом рисунке. Его потом составили и сделали как бы под фотографию. Но вот эти вещи не убрали. они на них просто не обратили внимания. На них никто не обращает внимания, потому что все пытаются найти соответствие именно со зданиями самими. А вот черт кроется в деталях. Вот здесь он как раз и скрылся. Здесь вот и есть этот самый подвох, который показывает, что это фотография, а вот это рисунок. Сейчас попробую еще кусочек то же самое во втором этой посадке. Они неровные, как и в жизни. Что-то растет идеально, что-то не идеально. Здесь посмотрите, деревья просто перерастают в стену. Нормальные высокие деревья, как и здесь. а здесь у нас что? Здесь у нас просто наметочки на деревья. Вот очень хорошо видно. Вот деревья перерастают и здесь пусто. Если здесь квадрат похож и тень даже похожую нарисовали, и арки все прорисовали, то деревья не сделали. И вот здесь-то в этом и есть разница. Отличают фотографию от рисунка. Так, еще один момент. Людей нарисовали, статуи нарисовали, но тень отличается. нет такой детализации вот этой скульптуры. Еще по деревьям вот этот квартал. Здесь он просто прорисован не сильно. Уже так сказать не вырисовывал архитектор. Здесь опять-таки видны деревья. Вот они. Здесь их нет. нет. Дальше то же самое. Там еще проглядываются деревья. Здесь уже нет. Только чуть-чуть тень. У них возможно не было таких возможностей увеличить рисунки. Качество сделать. Может быть действительно был один единственный вот этот снимок каким-то образом сохранился. Где-то завалялся. И по нему сделали вот этот чертеж. и чтобы потом все принимали вот эту фотографию за вот этот рисунок. А теперь представить, что это был город. Если это был город. Вот пожалуйста возьмем вот этот квадратик. Который тоже уже прорисован на дальнем плане не сильно. Стоит высокое дерево. Здесь его нет. Вот оно выглядывает. Вот здесь деревья стоят, ряды. Здесь уже ничего нет. Не прорисовано. На видном месте кустарники более-менее прорисованы. потому что это бросается в глаза, это видно. А вот на такие вещи уже внимания никто не обращает. Смотрим еще на деревья. Вот этот квадрат. Вот этот. деревьев он и вот он в углу стоит дерево. Да, здесь тень падает, но здесь в тени видно еще дерево. Здесь его нет. Вот здесь деревья видны очень хорошо. Здесь их нет. Вот здесь стоит то же самое все в деревьях. Здесь ничего подобного нет. Прорисован просто уровень низ, горизонт здания. и оно уже без деталей. А здесь еще есть какие-то детали. Вот на крыше там что-то неровности какие-то есть. Дальше пожалуйста деревья стоят. Здесь их нет. И так каждый квадрат. Хочу еще обратить внимание даже на здании есть неточности. Если башню прорисовал архитектор, то здесь он наметил арку, но здесь она не такая. она не нету здесь ровной линии. Он принял вот эту тень от какой-то другой структуры. Она по-другому выглядит. Здесь что-то есть еще. Чуть он наметил вход и вход не совпадает. Чуть наметил, но не точно. Потому что очень сложно с таких пикселей перевести очень точно. Хотя работа сделана шедеврально, можно сказать. Никто бы и не придрался, за столько лет никто не придрался, но никому просто и в голову не могло прийти, что это может быть реальный город. Что вот это все был город. Вот это все. и мост есть валялся, потом его убрали. У меня какой, по-моему, вот этот мост рухнул. Здесь даже что-то с рекой изменилось. Затекло. Мы на карте видели основного города, современного города. Там сейчас вот этого нет. немножко изменилось это русло реки. Я считаю, что я на примере вот этого кусочка доказала, что Илья показывал фото. Посмотрите. Это фото. Это фото реального города. Сохранились все основные магистрали, проспекты. Они просвечивают. современный город сейчас уже в хаосе. Но основная линия дорог и вот этих направлений они остались вот от этого города. Еще один маленький кусочек, который я сразу сама не заметила. Рассказывая о том, как не похоже на фотографии и на чертеже ровной ряды посадки деревьев, здесь я сравниваю, я не сказала вот это сравнение. Здесь пять рядов деревьев. 1, 2, 3, 4, 5. Пять посадок. 1, 2, 3, 4, 5. А здесь 4. 1, 2, 3, 4. Здесь 4. 1, 2, 3, 4. А здесь вообще непонятно. Здесь даже по пикселям, пиксели или не пиксели, здесь все равно непонятно. Это живые деревья. они неровно стоят. Кроны неровно, поэтому такие тени. Я уже не говорю о том, что крыши домов точно так же не совпадают с этими крышами. Здесь что-то еще есть, что уже не прорисовано. Вот виднеется белыми выглядывается. Хотя ее затемнили, эту фотографию, специально или не специально или так получилось, но это именно фотография. А это чертеж. Еще раз показываю. Вспомогательная линия, которые всегда остаются на чертеже, потому что это стиль такой. Вот они вспомогательная линия. Их архитекторы, проектировщики оставляют для такой выразительности, что ли. Это такой стиль. Вот они все тут остаются. здесь этого нет. Никаких естественно линий здесь нет. Еще предвижу критику по поводу вот этих посадок. Знаю, что набегут и скажут это тень. Здесь 4 ряда и здесь 4 ряда. этот пятый это тень. Нет ребята, это не тень, это именно посадки. Обращаю ваше внимание, вот они деревья стоят вертикально. Тень здесь как раз это по всей видимости солнечный день и дневное время 12 часов дня, потому что тень под деревьями под самими. То есть солнцестояние полное находится. А здесь тень, они по этой фотографии именно перепутали, они приняли вот эту тень, эту смазанную, вот эти стоящие деревья и между ними тень, они их приняли за тень. Здесь как раз их нету, здесь 4 ряда, а здесь 5 рядов, здесь 1, 2, 3, 4 посадки деревьев, а здесь 5, вот чего нет на чертеже, на чертеже все ровно, и тени отмывочные, вот они действительно отмывочные, все правильно, отсюда идут немножечко темнее отмывка, здесь она вдаль идет светлее, все логично, все главное, что они людей нарисовали, вы посмотрите сколько людей, люди здесь есть, здесь были люди, их нарисовали, вот что самое страшное, то есть вот когда, если вот это получается правда, это был город, который уничтожили, то он уничтожен вместе с людьми, вполне вероятно, что под этими слоями глины продолжают находить останки, может быть, вот останки, они могут сохраниться, но просто об этом будут молчать, или скажут, что какая-то случайность, какие-то кости куда-то попали, про это вообще-то нам молчат, археология об этом не говорит, нельзя, нельзя, доказательство 5, спутниковые карты 1860 года, насколько они точно именно спутниковые, я не знаю, но дело в том, что я покажу вам две карты 1860 года, датировки, которые идеально накладываются на современную карту Google, карта Выборга и карта Санкт-Петербурга, сейчас я вам показываю фрагмент своего фильма Выборг до потопной звезды, в котором я накладывала карту 1860 года, звезды крепости Выборга, на современную карту Google, и тогда я не обратила внимания, что она идеально легла на карту Google, то есть буквально идеально ноль, причем другие карты так не совпадали, вообще не совпадали, это меня удивило. При наложении карты 1860 года на современную карту Google, мы видим, что звезда продолжалась в город, и далее мы видим в городе какие-то фрагменты звездчатых строений, которые сейчас конечно невозможно увидеть. Далее я рассматриваю эту карту, делаю прозрачность, сравниваю и линии схожи идеально, но дело в том, что в современной карте Google сегодня нет многих зубцов этой крепости, она сохранилась просто кусочком, а на карте 1860 года она есть полностью, хотя уже к 20 веку вот этих мест не было, этих зубцов, поэтому я могу сделать вывод, что эта карта была каким-то образом снята с воздуха из космоса. Итак, если посмотреть топографическая карта частей Санкт-Петербургской и Выборгской губернии 1860 года и наложить на современную карту Google вот здесь есть возможность сделать непрозрачность и сравнить эта карта 1860 года обратите внимание на совпадение всех линий и контуров рек единственное только что в этой карте здесь реки менее аккуратны чем карта Google потому что они в набережных а вот эти все линии треугольник знаменитый они они все идентичны это говорит о том что карта 1860 года совмещается полностью с картой Google значит ее снимали со спутника получается все дороги все контуры совпадают идеально и так я привела 5 доказательств того что Илья Богданов в отношении античного Челябинска был прав он нашел этот город как бы это ни звучало сегодня странно еще ранее не раз я говорила что по моей версии и версиям нескольких исследователей даты района 1860 года являются ключевыми для 19 века переходными после этого рубежа основная дележка главных игроков произошла на планете хотя продолжаются локальные войны за сферу влияния в России появляются иностранные товарищи близкие Гогенсольерном Романовым берут русские имена становятся дворянами владельцами фабрик заводов территорий уездов в принципе все как в лихие 90-е но это уже другая история спасибо за внимание с вами была Галина Конышева оставляйте комментарии может быть найдете еще карты которые совпадают с картами Google карты 19 века это большая кропотливая работа удачи нам всем всех благ пока